До конца 2025 года будет отремонтировано 60 школ. В Черкесске состоялось совещание по вопросу реализации программы модернизации системы школьного образования в Крачево-Черкесской Республике «Итоги и пути совершенствования» под председательством регионального министерства образования. Раскроет тему Альбина Ламкова. Я обращаю внимание руководителя образовательных организаций. Мы должны от наших подрядчиков требовать и ставить задачу, чтобы визуально фасад был изменён. Он должен быть цветной, красивый, современный. Движение «Вперёд» стало основной целью каждой современной образовательной организации. Министр представила на совещании презентацию, в которой детально обозначено, какой должна быть школа в новых реалиях. Здесь примеры не только нашей республики, но и Московской области. Продолжаем общаться в группе по капитальному ремонту. Эта презентация сегодня после совещания будет размещена. На совещании работали не только участники программы «Модернизация школьных систем образования», но и те, кому только предстоит войти в проект, для того, чтобы учесть замечания и принять предложения в усовершенствовании работы. Опыт – важный аргумент в таких делах. Хочу отметить, что до конца 2025 года у нас будет отремонтировано 60 общеобразовательных организаций, а сама программа продлится до 2030 года. Необходимое условие, чтобы попасть в данную программу – это наличие статистического отчета, где в графе школа указывает, что она нуждается в капитальном ремонте. Тогда и только тогда она попадает в данную программу. Программа «Модернизация школьных систем образования» не ограничивается только ремонтными работами, а подразумевает масштабное развитие школ, в том числе закупку качественного оборудования. Обновляется учебный фонд. Все педагоги, начиная от руководителя, проходят повышение квалификации, так как действительно современная и комфортная образовательная среда для подрастающего поколения – это слаженная работа профильных структур и ведомств, отметила Инна Кравченко. Отдельное внимание уделяется вопросам антитеррористической защищенности объектов. Вообще антитеррор – это сегодня приоритетная задача, которая стоит в системе образования. И пристальное внимание мы будем уделять этим вопросам и обсуждать. После обсуждения ключевых моментов совещания состоялась церемония награждения. От Министерства образования и науки республики вручили благодарственные письма тем, кто проявил себя с лучшей стороны в реализации программы «Модернизация школьных систем образования». Это не только педагоги, но и представители Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики, и подрядчики – те, кто показал хорошие результаты в процессе работы. Грамотами отметила лучших и региональное отделение партии «Единая Россия». Еще в этот день для тех руководителей организаций, которые только входят в этот проект, провели экскурсию в шестой школе, которая открылась после капитального ремонта. Здесь можно увидеть красивое здание, где ничего не надо переделывать, и быть довольным абсолютно всем – и по форме, и по содержанию. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести Корчаева, Черкесия.